Как распечатать большую таблицу в Excel? Друзья, всем привет! Когда вы работаете с большой таблицей, то при ее распечатке могут возникнуть проблемы. Файл, печать. Посмотрите, наша таблица не помещается на лист формата А4 ни в ширину, ни в длину. В результате, при печати мы получаем множество страниц с ее фрагментами. Что с этим можно сделать? Кнопка «Назад». Для начала, нам нужно максимально уменьшить ширину нашей таблицы. Подбираем ширину колонок так, чтобы она была минимальной. И, чтобы текст в ячейках был полностью виден, а не так, как у меня сейчас. Удерживая левую кнопку мыши, я выделяю все заголовки своей таблицы. Дальше подвожу курсор к границе любого выделенного столбца. И делаю двойной клик. Посмотрите, Excel автоматом подобрал минимально возможную ширину каждой колонки. Кому-то это поможет, но в нашем случае таблица стала еще шире. Давайте вручную уменьшим ширину самой большой колонки. Например, вот так. И, разумеется, нам нужно разрешить перенос текста в ячейках. Выделяем колонку С и на вкладке «Главное» нажимаем кнопку «Переносить текст». Теперь наш длинный текст переносится на вторую строку. Но не каждому понравится выравнивание текста в соседних колонках по нижнему краю. Выделяем снова всю таблицу и нажимаем кнопку вертикального выравнивания посередине. Вот такими несложными манипуляциями вы можете управлять шириной своей таблицы. Давайте на этом пока остановимся и перейдем к печати. Файл. Печать. Здесь я выбираю альбомную ориентацию страницы. Посмотрите, ситуация улучшилась, но последней колонки все равно нет. Уменьшим масштаб таблицы так, чтобы вписать все столбцы на одну страницу. Также вы можете самостоятельно выбрать масштаб страницы, если автоматический режим вас не устраивает. Но и это еще не все. Как видите, на первой странице присутствует заголовок таблицы. Если же перейти к следующим страницам, то такого заголовка здесь нет и это неудобно. Возвращаемся на рабочий лист и переходим во вкладку разметка страницы. Здесь в секции параметры страницы нажимаем кнопку в правом нижнем углу. В открывшемся окне переходим во вкладку лист. Нас будет интересовать поле сквозные строки. Выделяем на рабочем листе строки с заголовком таблицы. У нас это первая и вторая. Окей. Посмотрим, что получилось. Файл. Печать. Листаем наш документ вниз. Как видите, теперь каждый фрагмент таблицы будет иметь заголовок. Можно выводить на печать. Подписывайтесь на наш канал и обязательно ставьте лайки. А кто желает принять участие в развитии канала, то на главной странице доступна функция спонсорства. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...